сегодня прилетело сообщение и часто ко мне в личку такие сообщения прилетают типа максим здравствуйте хотим у вас заказать рекламу вот и за рекламу у вас в профиле мы готовы провести вам консультации от невъебенного тета-хиллинга специалиста анастасии которая там 20 лет жила в тибете и постигла дзен и вообще там раскрыла матку аналы и все что есть и не есть короче вот у нее это стоит 300 тысяч рублей это консультация но мы вам готовы провести бесплатно за рекламу в профиле в stories я думаю ёб вашу мать вот и оказалось как это читаем просто знаете вот такой фейспалм я ловлю просто и я хочу сегодня вам раскрыть какую тему да по поводу бартера по сути это же борта то есть не предлагает борта то есть мне вот это вот мне нужно конечно не консультацию значит в обмен на рекламу почему я против бартера раньше я бартером пользовался и каждый раз когда пользовался бартером выходила кредит хуйня либо с моей стороны либо со стороны человека который я что-то делал да точнее который не должен был что-то сделать почему бартер эта жопа почему бартер это очень плохо никогда не пользуйтесь бартером все никогда в жизни почему потому что есть разное понимание ценности и качество выполняемой работы услуги на то есть например вот там зато вот какой бартер может быть да там за там вы хорошо делаете сайты да а человек значит ему нужен сайда а вам например нужно знаю там научиться танцевать например у него школа танцев есть вот естественно вы делаете сайта он хорошо умеет танцевать вот и вас бартер короче образуется вам же жалко для деньги заплатить да вот вы начинаете так а давай вот мы же быть умные люди сэкономим ты мне сделаешь сайт а я тебе дам месячный абонемент свою танцевальную школу все казалось бы да заебись как бы никто ничего не заплатил поработали да все отлично нет ни хера потому что может случиться так что либо сайт херово сделают либо учить будут не очень школе танцев да потому что деньги не заплатили и он же об этом знает деньги это договор это ментальный договор и отношение к деньгам у людей разное и к суммам отношения разные если человек зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц и миллион рублей в месяц для него сумма в 100 тысяч рублей будет разное потому что в первом случае это все деньги человека за месяц который он зарабатывает а для 2 это только лишь одна десятая часть денег которым зарабатывает и в книге борьба за внимание да я вот подробно описываю принцип адекватности предложения да это когда есть соответствие и закон баланса да то есть вот закон соответствие закон баланса должен соблюдаться это очень важно когда вы с кем-то взаимодействуете да то есть это продажи маркетинг там чего угодно и когда идет несоответствие уровня предложения это когда вы например предлагаете на уровне эстетики а человеку только базовые еще потребности нужно закрывать или эмоции то есть это по пирамиде масло вообще абсолютно разные уровни там условно там духовность эстетика и базовые потребности эмоции например и когда у вас идет дисбаланс когда ожидания отношения и ценность у одного человека не совпадает с ожиданиями продолжу мысль когда идет несоответствие да вот ожидания одного человека от услуги от ожидания у другого человека идет дисбаланс то есть вот человек думал что вот он настолько охуенно делает сайты что его должны обучать также охуенно танцем он там сделал классно сайт а обучили его плохо танцем и не так как он ожидал не так как он нарисовал себе в голове а так как у людей критерии это очень разные именно поэтому придумали один основной критерий деньги общий общий критерий потому что вот эти эмоциональные оценки там типа нравится не нравится хорошо плохо это очень субъективно ну как можно понять вот хорошо те сделали сайт или плохо да там или там хорошо тебя обучили танцем или плохо если с точки зрения человеческой смотри да ну хер ты поймешь критерий это да его нельзя осреднить а деньги осредняют это общий критерий и качество работы и оценки ценности именно поэтому деньги придумали поэтому вместо бартера лучше что сделать лучше отдайте деньги а потом эти же деньги вам мир человек даст за услугу вашу это даже лучше будет то есть как это происходит вот ему заплатили деньги за сайт сначала 50 тысяч по договору да там все там все пункты все написаны в какие сроки должен быть сделан сайт сколько правок можно может быть чтобы клиент скинул референс как как на что должен быть похож сайда чтобы были подключены все сервисы на этом сайте да там и так дальше он работал все сайт приняли и только после этого человек который делал сайты эти 50 тысяч отдает человеку за обучение танцев где тоже прописано сколько занятий в какие дни там сколько по времени не длятся да там какой стиль танцев какой тренер будет учить танцевать да и так далее вот это лучше чем просто сказать там на улице блять о ты делаешь сайта я обучаю танцами а давай блять бартер 2 бартер это полная лажа вы же не в каменном веке в лет живете понимаете вы живете в 21 веке где есть деньги где есть блять ну валюта валюта которая оценивает критерий ценности там ваши услуги вашего продукта вот поэтому ни в коем случае не соглашайтесь на бартер не предлагайте бартер потому что бартер это паразитирование бартер это когда вы находитесь в детской позиции я не говорю что это всегда так но в 90 там процентов случаев это так вот ну либо вы должны быть супер осознанным человеком супер охуенно бизнесменом у вас должен быть этот свод там правил и принципов жизни схожий с человеком с которым вы заключаете бартер тогда да а когда вы как бы разные у вас разные виды там мнения жизни да там опыт жизненный да то бартер не получится вот и представьте себе вот вы заключили бартер а человек не доделал сайт а как вы можете с него спросить что ему там скажете давай тебе тогда вместо восьми занятий четыре блять да ну какая-то херня начинается согласитесь когда у вас есть блять деньги оплата договор все можно как бы ну все это официально бартер то блять что как вы в суде или где-то там докажешь что у вас бартер ну что вы скажете знаете я вот с человеком блять на салфетке договорился вот поэтому в жопу бартер как бы ни в коем случае никак не соглашайтесь и когда вам предлагает бартер в 90 блять 9 и 9 10 процентов случаев это просто не хотят платить вам деньги все вот запомните вот чем не там эта тетка то пишет максим я хочу вас заказать блять рекламу для своего тренера тата хиллера блять ну потому что деньги не хотят платить понимаете консультация на блять не окажет да блять если бы у нее реально консультация стоила 300 тысяч или там сколько он там пишет да херба на проводил эти консультации бесплатно ну прикиньте реально вот у человека 300 тысяч консультация блять стоит и он каждому кто рекламу блять окажу там блять выпускает в stories она каждому оказывает рекламу этот консультацию за 300 да чё за чушь тем больше если реально у нее покупают блять консультации за 300 тысяч за 300 тысяч рублей можно столько блять рекламы накупить в том числе у меня за деньги нормально где были блогеры постараются вот хотя рекламы не даю ну как бы ну другие блогеры бы дали вот поэтому бартер это наёб полная лажа паразитирование вот не пользуйтесь этим никогда вот и забудьте про это вот всегда работайте за деньги вот и последнее что скажу мое правило кредо по жизни любая работа должна быть оплачиваема вот любая работа должна оплачиваться все вот это правило которое у меня можете вы тоже взять для себя вот чтобы был баланс в системе в жизни гармония чтобы было вот все спасибо